МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 16 августа. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. Работа карагандинских судебных экспертиз под пристальным наблюдением народных избранников. Депутат Можилиса парламента Гульнар Бижанова посетила Институт судебной экспертизы Карагандинской области. Новый стандарт международной системы ИСО по борьбе с коррупцией представлен Республиканским центром сертификации. В семинаре приняли участие более 100 представителей малого и среднего бизнеса. Школьники Карагандинской области подключились к исследованию родного края. В Караганде подвели итоги краеведческой работы, а также презентовали проект учебника курса «Краеведенье». И теперь подробнее об этих и других событиях. Депутат Можилиса парламента Гульнар Бижанова посетила Институт судебной экспертизы по Карагандинской области. На совещании с сотрудниками рассмотрены вопросы сложности работы судебных экспертов, а также эффективность норм, принятых парламентом. На встрече с народным избранником побывала Асель Сазанбаева. Главная задача подобных визитов – это посвятить население во все крупные государственные дела, которые происходят в стране. В первую очередь это осведомление плана нации «Сто шагов». Участникам встречи рассказали о реформах, государственных программах и о том, как новшества помогают населению. Вот сегодня здесь, в Институте судебной экспертизы, у меня тоже целевая встреча с целевой аудиторией. Для меня, как для члена Комитета по законодательству судебно-правовой реформы, важно понять, как работают законы, принятые нами, где наш комитет проходил головным. Вот этот закон о судебно-экспертной деятельности, он был принят в феврале этого года. Поэтому для меня сейчас важно при встрече с коллективом, вот мы ознакомительно сделали такой выход, для меня очень важно произвести так называемый разбор, тщательный разбор правовой конструкции закона, но уже в правоприменении. На совещании рассмотрели проблемные вопросы в работе судебных экспертов, а также эффективность норм, принятых парламентом. Встреча проходила в диалоговой форме, то есть любой присутствующий высказывал свое мнение, а некоторые задавали вопросы. Сейчас, как вы знаете, очень много объема экспертиз именно по таким известным преступлениям, как перебитый транспорт, идет очень большой нападок по данному виду исследований, также по мошенническим преступлениям и в финансо-хозяйственной сфере. Также имеется очень много гражданских дел по установлению отсутствия. То есть по этим направлениям у нас очень большой объем проводится исследование. Особое внимание Гульнар Бижанова уделяет реализации программы Нурлыжол. Выезжая на объекты, депутат проверяет качество выполненных работ и добросовестность подрядчиков. После заседания в Институте судебной экспертизы депутат Можилиса парламента провела встречу с населением в Карагандинском областном филиале партии «Нуратан». Кроме того, в течение недели Гульнар Бижанова будет посещать города-спутники, а также сельские хозяйства нашей области. Асель Сазымбаева, Телеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более ста представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в региональном семинаре по внедрению систем менеджмента на предприятиях. Семинар в стенах Карагандинского экономического университета организовал Республиканский центр сертификации. Мероприятие прошло в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. О новых стандартах системы ИСО рассказали участникам регионального семинара по внедрению систем менеджмента на предприятиях. Один из участников – Даулет Смаилов. Он представляет компанию, которая занимается производством технических уплотнителей для промышленных предприятий. Данный семинар Даулет считает чрезвычайно полезным, поскольку здесь не только рассказали о новых стандартах, но и на примерах показали эффективность от их внедрения. Этот семинар нам интересен тем, что вводятся новые стандарты и для предприятий, которые производят, как для тех, кто производят на рынке Казахстана, так и для экспортоориентированных предприятий. Это будет полезная информация при производстве конкурентоспособной продукции. Потому что на сегодняшний день существует множество. Тема семинара касается рисков, в том числе и на производстве. И это очень полезно будет для организаций, которые ориентированы, выпускают свою продукцию на экспорт. Среди представленных стандартов – система менеджмента борьбы с взяточничеством. Этот стандарт был принят международной организацией ИСО относительно недавно, в 2016 году. В нем подробно разработаны методы управления антикоррупционными мероприятиями. Мировая практика показывает, что проблема этого явления, взяточество, коррупция – это общемировая проблема. На сегодняшний день уже разными организациями по всему миру были разработаны определенные подходы, механизмы, принципы, как лучше строить систему таким образом, чтобы терпимость к этим явлениям внутри коллектива, среди сотрудников, среди работников, вообще внутри общества, она была нулевая терпимость. В общем-то, этот мировой опыт взял за основу, и с организацией спонсоризации ИСО были разработаны требования определенные. То есть любая организация может добровольно эти требования к себе применить и добровольно сертифицироваться. В семинаре приняли участие представители более ста организаций малого и среднего бизнеса. Организаторы особо подчеркнули, что данное мероприятие – это еще один шаг в деле реализации индустриально-инновационного развития Карагандинского региона. В Караганде реализовывается много проектов в рамках карты поддержки предпринимательства, а их всех всего в Карагандинской области 103. В рамках республиканской карты реализовываются два проекта. Данный семинар позволит улучшить качество деятельности, работы всего бизнес-процесса. Сами знаете, сейчас в условиях конкурентоспособности бизнеса всего, что некоторые предприятия нашей области, конечно, недопонимают, что СМК – это очень важно для бизнеса. Организаторы отмечают, что сам сертификат никакой пользы не дает, кроме той, что партнеры будут об этом знать. Пользу приносит сама система. В частности, система менеджмента борьбы с взяточничеством исключает возможности проявления коррупционных факторов. А система менеджмента рисков позволяет минимизировать потери во время ведения бизнеса. Андрей Тенн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В рамках реализации программы «Взгляд в будущее» и модернизация общественного сознания областное управление образования провело презентационную площадку. Главная цель площадки – демонстрация достижений школьников по изучению родного края. С 2014 года в Саранской средней школе номер 17 работает проект «Мир открытий. Юный исследователь». С этого же времени в школе действуют сообщества «Юный археолог» и «Родной край». Юные исследователи выезжают в археологические и этнографические экспедиции. Самое интересное для школьников стало участие в совместной экспедиции Карагандинского государственного университета и японских ученых. Там было сделано уникальное открытие. На поселении Аллат эпохи поздней бронзы была раскопана железоплавильная печь, которая удревняет историю железной металлургии в Казахстане в среднем на 500 лет. Исследования проводятся совместно с японцами. В этом году была, опять же, с участием детей, была проведена первичная реконструкция железоплавильной печи под руководством металлургов, историков и металлургов. В ходе мероприятия в школе номер 101 также был представлен проект школьного учебника по курсу «Краеведение», разработанный преподавателями Карагандинского университета и педагогами школ. По заказу областного отдела образования сегодня мы представляем специальное металлургическое пособие по обучению в музее. Теперь этот предмет будут изучать в нашей школе совместно с музеями. На сегодняшнем мероприятии присутствуют все районы нашего региона. Кроме того, были представлены региональные электронные комплексы и итоги внедрения проекта «Мир открытий», «Молодой турист», «Юный искатель». Здесь же подвели итоги краеведческой работы в школах Карагандинской области. Андрей Денту, Леген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С нынешнего года Казахстан приступил к реализации третьей модернизации страны, направленной на достижение глобальной конкурентоспособности. Среди процессов основополагающей является модернизация духовной сферы. Этой цели подчинен проект «Сакральный Казахстан». На этот раз под археологический взор экспедиции попало урочище Бехтауата. Урочище Бехтауата является уникальным природным объектом, известным далеко за пределами Казахстана. Оно находится в 70 километрах севернее от города Балхаш. Высота горы более тысячи метров. Ее окружают розовые гранитные скалы, которые сложены из застывшей на склонах лавы. Гранитная порода очень гладкая. Во время дождя вода широким потоком стекает по склону Бехтауата. Местность в урочище Бехтауата очень разная. Небольшие равнины примежаются с живописными скалами. Бехтауата появился благодаря гранитным соединениям, что возвело горы. В народе говорят, что в далекие времена в эти горы поселились целители Бегазы и Бехтауата, что и берет в основу название этой местности. Таких мест в Казахстане очень много, а это место является одним из священных. Несмотря на бездорожье, люди с начала лета до поздней осени приезжают к Бехтауата в целях исцеления. Переночевав там, оздоровляются и делают жертвоприношения. Благодаря солнцу, ветру и воде появились эти удивительные скалы. Тысячелетние процессы выветривания постепенно разрушали породу. И в тех местах, где гранит был менее прочный, скалы приняли самые причудливые формы. В результате и названия у них соответствующие – трехзубка, сундук, гриб, черепаха. Один из массивов носит название Сары-кульжа – желтый архар. В Бехтауата произрастают несколько сотен видов растений. Особое место в ротище занимает аулет с источником пресной воды, который является святым и обладает целебными свойствами. Узнать о таких чудо-местах стало возможным благодаря экспедиции Сараркинского археологического института. В рамках программы «Рухани-Жангару» в Казахстане был принят проект «Сакральный Казахстан», целью которого было создание карты, изучение особых местностей и подробно рассказать народу о таких важных древних и исторических местах нашей страны. От Карагандинской области было предложено 40 мест, которые имели значение в истории или же являлись священными. Но Республиканский институт отобрал лишь 8, о которых мы будем рассказывать в дальнейших выпусках. Фариза Албаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Акимат Карагандинской области доводит до сведения жителей, что торжественные мероприятия, посвященные празднованию 350-летия Казыбекби, запланированные на 18 августа в селе Егинды Булак, переносятся на 19 августа. К грандиозному празднованию 350-летия Казыбекби готовятся в Карагандинской области. По сведениям пресс-службы Акимата области, в честь исторической личности на его родине в селе Егинды Булак возведена стела. С торжественного открытия этого объекта начнется празднование юбилея. Будет установлен целый городок и сотни белоснежных юрт. Мероприятия начнутся с возложения цветов у памятника Казыбекби и чтения Корана. Ожидается прибытие высокопоставленных гостей. Зрители смогут увидеть праздничный концерт и принять участие в спортивных состязаниях. В этот же день стартует автокараван. На семи автомобилях 28 участников проедут через Каркаралинск, Бухаржирауский, Женаркинский и Улытауский районы, а также через города Жесказган, Казаларду, Туркестан, Ташкент, Наваи, Шимкент, Тарас-Балхаш, Актугайский и Шетский районы. Финишируют в Караганде 30 августа. 20 августа во Дворце культуры горняков в Караганде пройдет международный айтыс с участием акынов из Монголии, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Традиционное празднование продолжится спортивными состязаниями. Кроме того, ожидается премьера спектакля «Казыбек-би» Казахского драматического театра имени Сайкина Сейфулина, торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на котором представят Чапан Казыбек-би, а также издание книги в двух томах. Состоится премьера документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое, рассказали в пресс-службе Акимата Карагандинской области. И это все на сегодня. Ждите новости на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин